Десятиминутная разминка перед стартом. Ее на сцене проводит российская фигуристка Ирина Слуцкая. Она является председателем Добровольного физкультурного союза, при поддержке которого прошла акция «Вставай и беги». Развитие массового спорта стоит в приоритете, потому что сейчас граждане должны сдавать нормы ГТО. Это все не так просто, и провелась достаточно большая работа при подготовке людей к этому забегу. Поэтому нужно стремиться к здоровому образу жизни, но мы будем стараться популяризировать здоровый образ жизни. Самара первая среди городов по Волжье поддержала инициативу союза в проведении марафона. На очереди Саратов и Ульяновск. Вместе с Ириной Слуцкой на старт вышли сотрудники крупных самарских компаний. Учителя, врачи, представители творческой интеллигенции города. Десять представителей средств массовой информации у нас сегодня побегут, поскольку наши журналисты тоже такое. Большинство из них народ спортивный, в общем-то. И опять приятно, что в забеге принимает участие журналисты телерадиокомпании «Терра», где очень много молодых ребят работает, молодых профессионалов, и вы всегда в первых рядах. Трасса соревнований проходила по Волжскому проспекту, улицам Вилоновской, Молодогвардейской, Полевой. На каждом участке марафонцев встречали жители города, группы поддержки и добровольцы, которые плакатами и кричалками поддерживали бегущих. Финиширующие на первом круге после пяти километров честно признавались, что бежать по городу приятно, хоть и тяжелее, чем на электродорожке в спортклубе. Если ты участвуешь в подобных мероприятиях, то ты принимаешь участие в жизни города, ты приносишь пользу людям, ты своим участием подаешь пример. Для телерадиокомпании «Терра» участие в благотворительных проектах – это добрая традиция. Мы активно поддерживаем Росфонд, активно поддерживаем Фонд Радости. И, конечно же, мы с удовольствием согласились принять участие в марафоне «Вставай и беги». Собранные 158 тысяч рублей будут потрачены на обустройство спортивных площадок во дворах.